Борис Бабочкин родился в Саратове, в семье железнодорожника, в 1912-1919 году учился в Первом Саратовском реальном училище. Участвовал в гражданской войне, в 15 лет комсомолец Борис Бабочкин служил в политотделе 4-й армии Восточного фронта. Вернувшись к мирной жизни, поступил в драматическую студию при Саратовском драматическом театре под руководством А.И. Канина. В августе 1920 года уехал в Москву, где поступил сразу в две театральные школы, в студию М.А. Чехова и в государственную студию «Молодые мастера», где учился у И.Н. Певцова, но вскоре покинул студию М.А. Чехова. После окончания театральной студии «Молодые мастеры», летом 1921 года в числе выпускников во главе с И.Н. Певцовым Бабочкин провел свой первый профессиональный сезон в театре Иваново-Вознесенска. В 1921 году, вернувшись в Москву, актер ненадолго поступил в Московский драматический театр под руководством В.Г. Сахновского. В 1922-1923 году, актер Воронежского драматического театра, ныне Воронежский академический театр драмы имени А.В. Кольцова, в 1923-1925. Театр имени МГСПС, ныне Театр имени Массовета, в 1925-1926. Костромского драматического театра им. А.Н. Островского, в 1926-1927. Самаркандского драматического театра, в 1927-1928. Театр «Сатиры» в Ленинграде, ныне Санкт-Петербургский академический театр комедии им. Н. П. И. Акимова, в 1928-1929. Театр «КВЖД» в Харбине, в 1929-1932. Театр «Народного дома» в Ленинграде, в 1932-1936. Ленинградского театра драмы им. А.С. Пушкина, ныне Александринский театр, работал также в театрах Могилева, Бердичева, Пешпика, в 1936-1940 году. Бабочкин был актером в 1937-1938, главным режиссером, а в 1938-1940 году художественным руководителем Большого драматического театра им. Горького, ныне им. Г. А. Товстоногова, в Ленинграде, в 1940-1945 году. Актер и режиссер театра им. Е. Вахтангова, в Москве, в 1941-1943. Актер киностудии «Цокос» в Алмате, в 1945-1949 году. Актер и режиссер театра студии «Киноактера», в 1949-1951. Актер и режиссер малого театра «Оба» в Москве, в 1951-1952 году. Режиссер национального театра «Софии», Болгария, участвовал в работе периферийных театров. Преподавал в театральной академии, по возвращении в СССР. В 1952-1953 году. Был главным режиссером Московского драматического театра им. А. Пушкина. А в 1954-м. Актером Киевского театра русской драмы им. Е. Л. Украинки. В 1955-м году Бабочкин вернулся в Малый театр, где служил в качестве актера и режиссера до конца жизни. Крупнейшая режиссерская работа – постановки пьесы «М. Горького. Дачники», осуществленной в 1939-ти в Большом драматическом театре. Играл роль Власа. В 1964-м. в Малом театре. Играл Бабочкин, сыграл Суслава. В 1967-м году спектакль был снят на кинопленку. В кинематографе Бабочкин актер дебютировал в 1928-м году в фильме «Мятеж». Мировую известность принесла ему роль Чапаева, сыгранная в 1934-м году в одноименном фильме. На протяжении многих лет Борис Бабочкин занимался педагогической деятельностью. С конца 1930-х годов преподавал в студии при Большом драматическом театре. С 1944-м. В Авгайке, Москва, где руководил актерской мастерской, в 1966-м году получил звание профессора. Автор множества статей, отзывов, заметок. Публиковался в журналах «Советское искусство», «Рабочий театр», «Театр», «Огонек», «Искусство кино», «Москва», «Октябрь», «Газетах». «Ленинградская правда», «Литературный Ленинград», «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Известия», «Советская культура», «ИДР». Скончался Борис Бабочкин 17 июля 1975 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Участок номер 2.